Погнали! Всем привет! Это канал Бородач ТВ. Мы сегодня в гостях в парт-пространстве Space Place. Такое замечательное название. Да, это игра. Для людей, не посвященных, очень трудно. На воскресенье что оно обозначает? На Донецке было название, вполне русское название, логотип, можете потом показать, называлось оно «Место». Но так как открылось рядом магазинчиков, где латинскими буквами написано было «Место», нам пришлось переименоваться именно. Сделать на английском Space Place. То есть, по сути, это место-место. Подожди, а место чего? Место здесь? Что-то арт, какой-то супер что-то? Что это вообще вы делаете? Изначально мы хотели сделать что-то на поддоме, наверное, на анти-кафе, на русском, либо тайм-кафе, на западном варианте название. Но потом, в процессе уже, когда начали создавать, поняли, что, ну, места мало, ну и просто что-то как-то... Вот оно появилось так в другом формате. То есть, в другой формате. Да, в другой формате. То есть, это, в первую очередь, мы сделали магазин, да, где именно хотели интересных подарков, то есть, дизайнерских, штучных такого товара, где... Ну, да, я смотрю, тут очень много всяких интересных вещей. В городе, да, что где такого нет, потому что, ну, обычно, когда подарки ищешь, по городу гуляешь, и хочется что-то такое интересное сделать. Чтобы подарок, чтобы человек заполнил, чтобы это было, ну, как бы, приятно. Необычно, да? Да, необычно, но это было, что... Ну, это видно, что это штучная вещь, это сделано с душой, и вообще очень красивая вещь. И вот, как бы, критиковать, как бы, не хотелось, сделали сами. То есть, здесь у нас, в основном, конечно, мастера, кто делает вообще практически во всей России, там, за ближнего зарубежья и местные даже... То есть, эксклюзив-эксклюзив, вот. Да, там, про грейский. То есть, там, товар штучный, да. То есть, это, в основном, это полностью, как бы, дизайнерские вещи. Ну, скажем так. Учитывается, что товар с душой, потому что штучный, дебилами, подход. Да. У меня такой вопрос сразу же, да? Вот, я вижу блокнот, такой, с деревянной крышкой. Скетчбук, да. Я русский человек, трудно воспринимая английские слова, буквы. У меня такой вопрос. Чёрная бумага? Да. Как писать? Белая перевыточка. У нас продажи. И это тоже есть, да? Продажи? Ну, данный скетчбук, это достаточно плотная бумага. Чёрная. То есть, ну, даже для акварель падает. То есть, это, наверное, grand 200, наверное. Кому-то, чтобы красиво было? Ну, скетчбук это... Да, это, ну, это, как бы, просто для зарисовок, да. Ну, может также вести свои записи, если там, ну, хочешь именно сам полностью, там, разлинивать, рисовать, наклеивать, что-то отклеивать. Скетчбук идеально подаёт для вот человека, который именно, ну, такой визуализацией занимается. А вот, смотри, ещё и есть такие всякие размеры. Да, здесь у нас достаточно много представлено в видеобумаги. Это белая-белая точка, вот, чёрная, разлинейная, то есть, ну, там, роз... Ну, розовый бут. Скажи немножко по ассортименту. Вот, смотри, я вот вижу ботночки, да? Вот это что такое? Просто смотрю на это, понять не могу. А это наушники наматывать, чтобы не запутываться. А, то есть, это, как бы, такая стулька. Сколько? Киноматал, да. Возмотал. Так, всё классно. По ассортименту. И чё, смотри, давай по полкам немножко пробежимся. Смотри, у вас есть кольца, портмоне, часы, да? Часы вот эти вообще... Что за часы? Я бы понять не могу. Как они работают? Да, это просто, ну, как бы... Хотел, честно, для себя. Просто люблю такие простые часы. Ага, это простые часы. Да, это простые часы. Они, как бы, незамысловаты, но в то же время интересно сделаны. Купил для себя, на самом деле. Ага, то есть, у него, видишь, он ходит в двух часах, да? То есть, ему, в принципе, даже третий захотелось сразу приобрести. То, что нравится. А у вас они в одном экземпляре? Да, они у меня в одном экземпляре. Я бы хотел, конечно, найти, ну, отечественных производителей, конечно, тут пару именно индивидуальных мастера, но там ценовая планка достаточно-очень высокая. Слушай, у вас ещё какие-то чехлы есть прикольные, да? Да, чехлы, да. Ну, это как бы... У нас есть основные там, ну, как дизайнерские вещи, но есть, как бы, просто побочные, да, так... Ну, не побочные, то есть, это такая мелочёвка разной канцелярии, там... Ручки, баночки прикольные, да. Да, основные, как бы, это, вот, украшения разного рода. То есть, вот, серьги, кольца, брошки. Вот, вот, вот эти баночки, можно, да, это показать просто на камере? Да, да. Я просто хочу... То есть, популярное трендовое вещество... Для хранения бабушкиной ящик? Нет, я думал, что это баночка для хранения... Димас, отводи, пожалуйста. Да, я показываю. Представляете, какие вещи здесь есть? Круто. Да, я немножко проинформировал. Это, походу, дело, бабушка... Тьфу, это баночка для хранения бабушкиной ящики. Да, да. А если две бабушки, то можно их эксплуатировать в столбику. Ну, это такая стильная вещь, до сих пор, по лицу. Что? Все это? Просто водички? Чай, да, что хочешь. Это надо нашим спортсменам, это шейкер. Да? Ну, не шейкер, хотя, может, немножко как шейкер примерно. Слушай, я... Ну, просто, зрители, конечно, не увидят это всего, да. Но мы попробуем, конечно, заснять. Такое большое обилие различных аксессуаров, различных подарков. И, кстати, они могут подойти вообще на любой повод. Да, самое это, наверное... Вот, подожди, на 23 февраля дать защитнику отечества помучиться. Помучиться. Правильно, визуализировать свои мысли. Да. Это, наверное, моя, то есть, давняя-давняя, ну, как бы, любовь к авторской керамике. То есть, это вот питерские керамисты делают у Мака. Помнишь? Я тебя сейчас переверну. Или ты давай договори? Нет, просто, вот, очень хотелось бы, чтобы побольше было подобных вещей. То есть, очень, очень интересно. Да, первый раз. Вижу. А помнишь этот фильм-то такой был, там, про инопланетян? Они еще одевали такие, с фольги, знаешь? Спасибо. Дети. Защита. Это авторский шлем. Авторский шлем. Слушай, а вот, послушай, мысли, это, не уходят дальше, вот, за этот, защитный топа? Может, интересно. Не проверял. Вообще, это салатница. Салатница? Слушай, салатница. Слушай, салатница. Да, смотрю, у тебя по ценам, в принципе, достаточно много. Да, для эксклюзива, в принципе, нормально. Это же точно близка, да. Это, то есть, Гинс, хотя они могут быть там, все-то похожи, но они абсолютно... Ну, покажи еще пару предметов, у тебя там, кружечки какие-то есть. Есть, да, есть вот такие кружки. Да, да. Есть такие, ну, это больше как супница. Есть такая, ну, фигар, текстура какая-то вот такая. Да, есть вот такие штуки, кружки. Ну, вот такие большие, чуть-то меньше. Слушай, а вот это такой интересный подарок, я так понимаю, для детей, да? Или для детей постарше? Ну, лет по 60. Да, до 40, я думаю, стараются. Стараются. А что же тогда? Да, да. А этот, ну, выставляют, у нас на продажу выставили. Это виджерс, это разного рода. Ну, как бы, я бы сказал, некий конкурент лего. Собирается только из дерева из таких штучек. Это, в данном случае, это под визитницу. Слушай, лего стоит дороже. Здесь очень много деталей. Ну, они всегда, да, поинтереснее. Ну, мне очень понравилось, очень классно. Нет, ну, это, во-первых, это дерево, да? Во-вторых, оно выглядит креативно, да? Ну, да, для визитности, это очень приятно. То есть, она полностью механично рабочая. А галлютина есть? Да, да, вот это подарок, на самом деле. Я вот думал, что Михаловичу подарить, короче. Это очень сложно миллионеру выбрать твои подарки. Знаешь, чтобы приобрел, ну, ты всем это не говоришь. А, ну, это девятину можно? Наверное, на заказ можно. Смотри, здесь еще есть у вас рюкзачки всякие? Да, есть рюкзачки. Они у вас вообще откуда? Вы сами их делаете или они тоже? Хотелось наши, это будет чуть позже, наверное, на авторские. От питерских брендов моего дизайнера. Сейчас от питерских представлены сумки. Что-то сумка такая с кастетом? Авторские сумки, да. Вот это с кастетом, что за кастет? Сумка с кастетом. То есть можно одевать? Ребята, молодые бренды, сделаются вот такие сумки для путешествий простые, луканичные и недорогие. Это так, да? Вот так, да? Да, для путешествий можно через плечо, можно так, на полис. Не, ну прикольно. Они в свое время же очень популярные были, да? Да, сейчас как бы она, ну, барсельку не все начали. Обалдеть! Вы в ценник посмотрите, взглядитесь. Пятьсот рублей. Пятьсот рублей? Я видел вот такую сумочку где-нибудь. Я не видел, я впервые вижу такую сумку оригинальную, которую хочется взять. И, знаешь, так можно и так отработать. И так отработать, понимаешь? И если кто-то к тебе пристает, тебе же тоже могут приставать. Ну, бывает же такое. Нет, я не знаю. Как нет? Так, Михаил, скажи, пожалуйста, где он находится в магазине? Находится... Иногда нас не находят, а чуть просто. Молодежный 19. Восьмой подъезд, вход с обратной стороны. Отдельный вход. Щит Space Place, ну, видите, черный. Вы не пройдете, белыми буквами написано. Что здесь делает камень? На кистурке завалился? А это, если вы потом снимете, мы делали небольшую дорожку из камней. Мы приводили с разных мест. И как раз и заливали, делали им дорожку. А это, да, тоже очень эпический камень. А вот пианино тоже продается или это у вас? Нет, это как бы элемент декора. Ну, это, как бы, приятная вещь. Ну, понятно. Это мы сейчас в магазине находимся, да? Просто, чтобы все знают, у тебя есть еще вопрос. Там что-то, наверное, происходит? Да, проводим, стараемся ежем... Ну, то есть, есть курсы, которые постоянно проходят. То есть, еженедельно есть курсы. Ну, не курсы, а мастер-классы. Ну, стараемся проводить каждый выходной. Мастер-классы почему? То есть, у нас было Валь Мехенди, Валение Шерсти. Чего? Валение Шерсти. Валение Шерсти. Валение Мехенди это всякие росписи всякие? Вальдринг, скетчинг. Скетчинг, что такое? С фигурами. С конечным бегом, за рисовки. То есть, все писали, вот для этого как раз мы и делаем. Валение Шерсти. Вообще, минорческая молодежь у вас может собираться. А как вот это попасть на место зеркла, сделаю и афишируйте все эти вещи? Мы укладываем, в принципе, на всех доступных ресурсах городских. Может есть группа, может сайт написать? Да, группа основная ВК, это Space Play Store. Всё по-английски написано? Да, да. Но вот видишь, проблема-то в чём, пока, если кто-то не расскажет, что вот есть Space Place, то есть вообще трудно найти, а пространство, оно работает. С основой бора у тебя как-то фигурирует название группы? Да, есть фигурирует. Там, в первую очередь, стоит, по-моему, арт-пространство, потому что мы сначала назвали там ВК, проблема как раз с этим поиском, когда обливаешь, если первого группа нет, он не находит. Это, кстати, минус ВК большой. То есть, в данном случае, очень неудобно. И, как бы, арт-пространство, если бить, то она выпадет с основного бора, я не знаю. Ну, не знаю, первая группа есть. Есть во всех картах, то есть, везде, в Google мы подтвердили, то есть, как бы, у нас полностью официально это подтверждение. А скажи, пожалуйста, у вас в группе магазин есть вот какие-то вещи выкладываете, чтобы из дома посмотреть? Да, все полностью, весь ассортимент товара должен. То есть, он есть, да? То есть, можно, в принципе, идти уже не просто, а уже конкретно. Ну, да, в группе ВКонтакте все есть. На Фейсбуке, возможно, только часть. На Инстаграме тоже практически все. В основном, конечно, это все ВКонтакте. Все абсолютно ВКонтакте есть. Я только что, может быть, не успел отфоткать что-то. Я даже знаю, да и многие знают тебя, что ты организовываешь такие довольно крупные мероприятия, целые фестивали. Да. Кстати, мы с тобой и познакомились перед первым фестивалем. Было дело. Да, это было сколько? Два года до двадцати? Да. Будет. Будет два года лета. Да. Да, было. Скажи, не все же знают. Я понимаю, что ты известная личность, да? То есть, но об этом надо регулярно говорить. Да, наверное, это как раз, сприспорясь от нашего пространства, как раз и любилось, наверное, логическим продолжением того, что мы хотели. То есть, мы хотели что-то на постоянной основе и хотели в течение года делать фестивали. В фестивале-то очень много труда, очень много нервов, но это колоссальный опыт, колоссальное знакомство. И начали в 2014 с моим другом Анной Митченко. И благодаря фестивалям проиграл колоссальный опыт. И вот это вот вылилось все в от пространства. Надеюсь, что фестиваль мы продолжим ежегодно. Я еще раз хочу подчеркнуть всем зрителям, да? Если у вас проблемы с фантазией, если вы не знаете, что подарить дорогому человеку или близкому человеку, вот придите сюда. И здесь есть, что выбрать и самое главное, чем удивить. Особенно подарок с конструктором подойдет мужчина, тем, который постарше за 40 лет, им заняться нечего. Если совсем ваш мужчина отбился от рук, то здесь есть курсы по болению шерсти. Если мужчина приходит с волосами, вы не думайте, что он где-то гуляет, он просто болел шерсти. Я правильно говорю. Все правильно. Все правильно. Ну ладно, еще раз мы повторимся, да? Володежная 19, да? У нас есть мой подъезд, ход с обратной стороны. Ход с обратной стороны. То есть с торца, там где белое здание, да, рядышком, там можно и смотреть на банок, да? Да. Ближайшие мероприятия еще можешь озвучить? Да, сейчас у нас ближайшее мероприятие. Так, самое-самое ближайшее, это мастер-класс по локонам для девушек. Самое топ. Будет у нас он 26-го. А мужчинам-то не подходит? Ну, локонам. Мужчинам, которые не наступят. Ну, приходи на усик. 26-го это февраля. Да, это у нас получается 2 часа воскресенья. 2 часа воскресенья, 26-го февраля. У кого есть локоны, могут сюда прийти, правильно? То есть это платно, бесплатно? Так, это платное мероприятие, если репост, то это 300 рублей. А есть с другом, то же 300 рублей, а если без друга, то и без репоста, то 400. Желательно после аппарата, давайте. Желательно без друга и без репоста. Лучше без друга и без репоста. То, что ты говорил, мы вырежем. Поэтому приходите без репоста и без друга. Ты планку-то не ронись. Я думаю, что на сегодня все. Классное место. Теперь я уже знаю, куда зайти и чего выбрать. Такое многообразие подарков. Я нашел место. Спасибо большое. Нажимаем.